В общем, ситуация такая. Я сажусь на пятку, она у меня практически вертикальная. Я когда сажусь, она у меня колено чуть-чуть подворачивает. Я понимаю, что это не здорово. Хотел бы спросить, как правильно сесть? Или больно, да? Не то, что больно, просто я думаю, что с коленом нет. Да, окей, да. Смотри. Проекция джануша шасана сложная тем, что пока не готовы просто суставы. Поэтому полный вариант это когда ты делаешь первый вариант. И ты второй делаешь из этой же позиции. То есть у тебя полный вариант. Ты садишься на пятку. То есть пятка твоя вверх, она находится в анусе. Пятая точка. Там окончание, очень много окончаний. И стимуляция этой точки, она вызывает йога-терапию. Именно это в области всей. Но это будет, может быть, не совсем тебе легко. Коша, а я правильно делаю? Ну я не вижу, где ты там сидишь. На носке. Ну да. У меня если влево убирают, то у меня подходят под ягодицы. Да. То есть вопрос еще первый. То есть первое, это сесть туда. То есть сесть-то можно и здесь. Во второе, это надо еще раскрыть... Таз. Таз. Да, потому что эти асаны, мы раскрыть и таз. Вот. Полный вариант это сложно. Да, вот теперь почувствую хотя бы. То есть я почувствую, что у меня колено не выдипается. И то, что самое главное. И вот я сижу. Ну, просто сижу. Нет, ты можешь просто сидеть. Это тоже нормально. Но ты уже сидишь. Да. И все равно терапия уже идет. Ну да, хорошо. Спасибо. Гоша, а если, как ты говоришь, я налево убираю колено, но у меня тогда и пятка уходит из-под анус. Как будто бы вот этот голеностоп короче, чем кажется. Первое в приоритете сесть. Сначала вы засадитесь, а потом уже все остальные движения. То есть если вы сели, но вы не можете отвести ногу, или вы ее отворачиваете и все сваливается, тогда ее лучше не отворачивать. То есть ее лучше оставить там. Колено будет чуть вовнутрь. Но вы сидите там, где надо. Потому что это как бы уже и год терапии. Хорошо? Правильно в том, что это на раскрытие вот этой мышцы? Да. Что это вообще? Нет. Ты сам только что сказал, что это на раскрытие таза. А на раскрытие таза, это значит, что раскрытие таза происходит у нас вот эти мышцы. Задняя поверхность ветра? Нижняя поверхность. Нижняя поверхность. Нижняя поверхность. Я бы сказал. Нижняя поверхность. Ну вот я сижу на ягодице сейчас. Вот видишь, хотя у меня полностью складывается вот эта часть. И у меня раскрыт таз в это вот месте. Но я не могу здесь на ягодице. Я понял. Почему? Потому что пока не готовы. Смотрите, на самом деле асана не такая простая. То есть я сказал только одну часть. Я схитрил. А вторая часть будет заключаться в том, что это наклон. Ну понятно, что это наклон. Вот. Хорошо, что это понятно. Тогда следует что? Когда вы наклоняетесь, вам еще нужна мышца не только здесь, а еще здесь. Понимаете? И она может быть, эта вот широкая мышца стены, она может не давать наклониться. Так и есть. И тогда наклона не будет. То есть ты мне скажешь, почему пятка уходит вперед? Почему? С чем это связано? Во-первых, я же говорю, смотрите, сколько суставов. Вам надо сидеть здесь. То есть вы может стопу еще не можете выкручивать. То есть это коленный сустав. В смысле? Ты считаешь, что стопа должна вот так вот быть? Стоп. Или она должна вот так вот умереть? Ну, это мы сейчас будем забирать очень долго. Смотрите. Нет, это хорошо. Ну, вопрос и мы следы. Все остальные получаются. Смотрите. Джануша Шасана. Это раскрытие таза. То есть что такое раскрытие таза? Это вот эта мышца от ягодицы до колена. Она должна опуститься. Она должна опуститься. Значит, она расслабляет коленный сустав. Да? Расслабляет. То есть так не расслабляет, а так расслабляет. Поэтому, когда вы садитесь, а здесь еще не растянуто, и вы опускаете, то у вас нагрузка идет на колено. И вторая часть это здесь. Потому что это проекция. То есть у вас получается раскрытие таза. Это три точки. Это ягодица, откуда все идет. То есть раскрытие таза идет от тазового дна. Тазовое дна, ягодица. То есть все, что здесь есть. Мышцы все. Ягодичная, ягодичная. Ягодичная, спина тоже очень сильно. Да, конечно. Вот. Вторая точка это колено. Коленный сустав. То есть раз, два и три. Вот этот сустав. Понимаете? Если где-то не доработано. Здесь, здесь не растянуто. Здесь, здесь. То у вас будет сжимать все. Когда вам говорят, что надо сесть на пятку. Вы садитесь. Но вы не можете пока за счет того, что у вас мышцы не готовы. Что связано с наклоном, с раскрытием тазобедренного. У вас нога так не ляжет. Вам будет либо больно вообще сидеть. Может такое быть? Сидеть. Ну, наклоняться немного по колену. Да. Либо коленный сустав может болеть. Либо... Голеностоп. Голеностоп. Да. Вот. Потому что мышцы не готовы. То есть ты кивал на мышцы спины. Правильно я понял? Это и следующие мышцы спины. А тут вот что мне мешает? Я не понимаю. Хорошо. Я не наклоняюсь. Вот я сижу рвовно. Да. Я хочу положить ногу в потану. Но у меня не получается. Я тебе и говорил. Спины-то тут нет. Тут таскает. Нет, ну как нет. Вот я сижу в джану с шашасами. У меня колено можно сказать на полу. Нет. Стоп, 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 стоп. Что такое на полу? Если ты положишь ягодицу на пол. Вот эту. Посмотри, где у тебя на полу. Это не на полу. Более мере на полу. Я об этом и говорю. А как эту джану с шашасами развивать? Ты же сидишь как бы хорошо. Мышцы спины, да, ты здесь потянул. Но вот эту мышцу, она вверх, там шит, ты ничего сделать не можешь. Смотрите, хороший вопрос тоже. Джану с шашасами где стоит? В сидячем блоке? Да. А до этого что? Ну там да. Нет. Стоячий блок, суриномаскар. Там наклоны есть? Что там? Там одни наклоны. Да. Там одни наклоны. А это что значит? Что такое? Вот, вы разогреваете таз. Смотрите, вы делаете триканасана. Раскрытый таз. Закрытый таз. Да. Разогрели чуть-чуть. Да. Дальше идем. Раскрытый таз. Закрытый таз. Разогрели чуть-чуть. Да. Дальше. Разогрели чуть-чуть. Таз. Потом здесь баланс. Разогрели. Раскрытый таз. Закрытый таз. Раскрытый таз. Раскрытый таз. Разогрели. Разогрели. Это уже сложный асана. понимаете а джану суршасан это уже сидя с одной стороны как бы легко тоже раскрытие таза но таз должен быть готов он уже готов делать сложные асан а после джану суршасан начинается маричасана это еще сложнее и тоже вот это вот движение дети помнишь это дал это же таз если он не готов он будет стягивать вот что происходит сейчас да ты не можешь вытянуться потому что нету поясничной мышцы подтянутой и таз вот эти все мышцы которые только что сказал они не готовы будет вот это вот то есть надо наклониться а мы не можем потому что поясничная мышца здесь не готова хорошо то есть просто делаю а я хочу фигачить 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 донавасана ну хотя бы донавасана половина комплекса все наклоны наклоны они подтягивают ну если ты имеешь ввиду каждый день что если мы берем практику да то естественно откаты тоже не хорошо стабильная практика предполагается среди недели можно конечно меньше еще это это один момент а второе еще предрасположенность всякая то есть у кого-то были травмы да тоже действие влияет я вот и много 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 чего еще другого предрасположенность мы все европейцы такие не гнущиеся в целом вопрос особенно если с этим метровых дядек согласен 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 ладно окей это да я имею сейчас техники да если мы не дышим например мы не расслабляемся мы не расслабляемся соответственно если мы не дышим если мы не дышим мы не расслабляемся мышцы не тянутся тоже надо учиться дышать но одно другим завязываем чуть-чуть раскрыл